Гордонорелоз у женщин Гордонорелоз является микроорганизмом, который в норме может присутствовать в минимальных количествах в составе нормальной флоры, хотя у большинства здоровых женщин ее нет. Совсем. Гордонорелоз при некоторых условиях становится патогенной. Лечить гордонорелоз у женщин необходимо, так как с течением заболевания возможно присоединение вторичной инфекции, что приводит к воспалительным заболеваниям органов малого таза и мочеводящей системы. Симптомы гордонорелоза у женщин Проявление гордонорелоза сводится к необычным, к неприятным запахам, запахам теплой рыбы, выделениям излагалища. Свет выделений, как правило, серо-белый. Более ярко выражены симптомы у женщин, больных гордонорелозом после полового контакта. Они характеризуются болью внизу живота, обильными, неприятными выделениями, запахам тухлой рыбы. После гигиенических процедур облегчение не наступает. При присоединении вторичной инфекции может быть боль во влагалище, покраснение, жжение во влагалище, отек, учащенное болезненное мочеиспускание. Гордонорелоз развивается при следующих условиях. Частая спринцевание в влагалище, бесконтрольное применение вагинальных свечей, частая смена половых партнеров, недавняя смена партнеров, подобное не по размеру нижнее белье, Использование ежедневных прокладок, неудовлетворительная интимная гигиена. Прием антибактериальных средств без последующей коррекции микрофлоры, общее снижение иммунитета. Диагностика гордонорелоза. Лабораторная диагностика гордонорелоза может проводиться методом микроскопии, обнаружения ключевых клеток, ПЦР-диагностика, БАК-пассив. Не лишним в данной ситуации также дать анализ на другие возможные инфекции, имеющиеся в результате нарушения дисбиоза. Как лечить гордонорелоз? Существуют определенные схемы лечения гордонорелоза, которые включают в себя антимикробные средства, антибиотики и местное лечение в виде свечей вагинальных, шариков, в виде инстилляции. По показаниям проводится иммуностимулирующая терапия. Выбор антибиотика для лечения гордонорелоза подбирается лечащим врачом индивидуально, в зависимости от лабораторной диагностики и ее результатов, индивидуальных особенностей женщины, переносимости того или иного препарата, о возможных сопутствующих заболеваниях соматического характера, о возможных гинекологических заболеваниях после присоединения вторичной инфекции и так далее. Местное лечение отключает в себя противовоспалительные антибактериальные свечи и свечи для восстановления флоры по влагалищу. Контрольные мазки после лечения гордонорелоза, кстати, как и сопутствующего дисбактериоза кишечника, желательно встать через 1-2 месяца после окончания лечения. Во время лечения, конечно, необходимо соблюдать диету, исключающую острые продукты, многоострые продукты, продукты, содержащие большое количество углеводов, алкоголь. Нередко встает вопрос, нельзя ли пролечить гордонореллу народными средствами. К сожалению, только народными средствами гордонореллу пролечить невозможно. Иногда их можно использовать в качестве вспомогательного средства. Например, спринцевание отваром ромашки, спринцевание отваром коры дуба. Для повышения иммунитета иногда назначают отвар шиповника, отвар листьев кротинги, отвар березовых почек и другие препараты. Но ни самолечением народными средствами, ни самолечением лекарственными препаратами заниматься не рекомендуется. Все лечение необходимо согласовывать с лечащим врачом. Пройти курс лечения от гордонореллеза можно по месту жительства в женской консультации. Если вам необходимо более полное обследование и вы хотите прилечиться платно, можно пройти курс лечения в нашей клинике. Ладно, коллеги.